Добрый вечер, это программа Попутчик, я ее ведущий Николай Свистун. Все родные говорят мне, что четыре колеса это безопаснее, чем два, но у меня пока нет денег на второй мотоцикл. Это только маленькая крупица того народного юмора, который окружает владельцев двухколесной техники. Весна продолжает ставить температурные антирекорды, но мы знаем, новый мотосезон неизбежен. Как подготовиться к нему самим, как подготовить своего двухколесного друга, и главное, как остальным участникам дорожного движения подготовиться к неизбежному. Об этом будем говорить сегодня в этой студии с нашими гостями, двумя Дмитриями. Позвольте, я вам их сейчас и представлю. Дмитрий Хитров, главный редактор журнала ruriders.com. Добрый вечер. И Дмитрий Гунин, шеф-инструктор, преподаватель по вождению мототехники. Добрый вечер. Добрый вечер. О том, как обстоят дела с этой самой мототехникой, о веселой и невеселой статистике, наш вводный видеосюжет. Согласно официальной информации ГИБДД по состоянию на конец 2012 года, в России зарегистрировано 2 млн 497 624 единицы техники, относящейся к категории «Ант». Несмотря на то, что жители крупных городов наблюдают прирост двухколесной техники, официальная статистика свидетельствует – мотоцикла в стране стало меньше на 4 с небольшим процентом. Данные о дорожно-транспортных происшествиях с участием мотоциклистов – информация о них. Дорожная полиция публикует, как правило, в конце апреля, непосредственно перед открытием нового мотосезона. По данным, обнародованным прошлой весной, за 2011 год в России было зафиксировано 9 377 ДТП, в которых погибли 1308 человек, а еще 10 678 получили тяжелые травмы. Некоторые неформальные объединения мотоциклистов ведут собственную статистику ДТП. Например, по данным Нижегородской мотолиги, в течение мотосезона 2012 года на территории этого региона произошло 365 ДТП. Из них более половины с участием скутеров. Заслужившую репутацию самых опасных двухколесных транспортных средств спортбайки занимает только второе место. На их долю приходится 15% ДТП. И лишь на 3% от них отстают владельцы мототехники советского периода. Итак, вот такие данные. В основном, к сожалению, не веселые. Сегодня говорим о наступающем мотосезоне, который, как я уже сказал, неизбежен. И тут нам никуда не деться и не вывернуться. Дорогие друзья, вы можете принять участие в нашей беседе, если позвоните нам по телефону 617 95 55, код Москвы 495. Еще раз, номер 617 95 55. Можете задавать свои вопросы гостям нашей студии, можете высказывать какие-то свои соображения о ближайшем летнем и, надеюсь, двухколесном будущем. Ну и свои вопросы в формате смс-сообщений можете присылать нам на номер 5577, если вы пишете с территории Российской Федерации. Для жителей Казахстана у нас есть отдельный короткий номер 4-4. Напомню, в гостях у меня два Дмитрия. Дмитрий Хитров, главный редактор RU-Riders.com и Дмитрий Гунин, шеф-инструктор, преподаватель по вождению. Друзья, прежде всего, хочу, конечно, спросить вас, есть ли такое рубежное время года, глядя в окно, конечно, не верится, есть ли такое время, когда можно считать, что все, можно наконец-то выезжать на двухколесной технике, это уже безопасно, в силу того, что окружающая среда к этому как-то располагает? Ну, окружающая среда располагает, когда она начинает располагать. Есть традиции. Первую субботу-апреля это считается открытием сезона. Что будет на улице, посмотрим, но в любом случае... То есть все пересядут на кроссовые мотоциклы? Ну, отпразднуют, отметят, как минимум, как максимум, вдруг выглянет солнышко, все растает и все поют кататься. Но суть-то не в этом. Суть в том, чтобы в разумное время выехать, когда с дороги смотрят реагент, когда водители чуть-чуть вспомнят, что уже на дворе не зима, и надо смотреть в зеркала заднего вида. По вот этой замечательной подборке видно, что большая часть ДТП происходит в результате того, что водители не смотрят по сторонам. Ну, мы еще поговорим об этом, конечно. И в результате того, что, естественно, превышает скорость. Но это не суть. А чуть-чуть выждать, особенно для новичков, это разумно. Какие факторы связаны с зимой и с зимним состоянием дороги? Мы часто зимой, в общем-то, ездим по сухому асфальту. Смотришь под колеса, вот он, родимый, проглядывает там, даже цвета вполне летнего. Какие факторы, помимо температуры, понятно, что холодно, влияют на поведение двухколесного транспортного средства? Ну, факторов много. Температурный фактор, наличие, как Дмитрий сказал, уже реагента, который не смыт. И, как бы, мыть его нужно шампунем несколько раз, там, наличие песка. Ну, то есть он просто скользкий, да? Да, все ездят между ряди, все ездят по МКАДу, там, в левой полосе, да, соответственно, там небезопасно. Ну, и все-таки, глядя на термометр, на какие-то показания температуры измерительных приборов, когда человек, вожделеющий вот этого двухколесного движения, может, наконец, сказать, ну, все, поехали? Нету такого понятия, как да. У меня сейчас друзья только что вернулись, слава богу, благополучно, из поездки на крайний север, к Северному льдовитному океану, в зимний маршрут на мотоциклы с коляской. Поэтому это все индивидуально. Если мы говорим об общей массе людей, мотоциклистов, любителей двухколесного передвижения по городу, то оптимальным будет, наверное, начать сезон в мае, когда повыше указанным причинам дорога станет безопасной, относительно безопасной для передвижения. Ну, то есть нет такого понятия среднесуточной температуры, как мы когда советуем людям переходить на зимнюю резину, когда среднесуточная опускается ниже какого-то предела. Мотоциклисты живут, что называется, по фактической... Если удариться в науку, посмотреть... Давайте аккуратно. Аккуратно. Не приложимся. Очень аккуратно приложиться к науке, посмотреть свойства сцепления резины с дорогой, то, наверное, можно обратить внимание на среднесуточные температуры. Но, по-моему, это все вторично. Первично это умение, внимание всех участников дорожного движения к мотоциклистам, ну и какие-то объективные факторы на... Я имею в виду отрицательную температуру, когда асфальт покрыт пленочкой воды, и мотоцикл автоматически падает, если на нем не установлены специальные шипы. Давайте поговорим как раз о технике. Допустим, решили, что пора, посмотрели, все, да, асфальт отмыли, отчистили до чисто, дачники выехали на дороге, проехать на машине стало невозможно, все, пора. Что нужно сделать с мотоциклом перед тем, как выезжать на дороге? Во-первых, как его правильно хранить, и как из этого режима хранения, из зимней спячки, вот этой выводить? Ну, это зависит от того, кто как хранил. Если техника хранилась... Давайте будет канонически правильно сейчас рассмотрим. Пусть кто-нибудь сватится за голову и скажет, а, я был неправый. Канонически правильно не заводить мотоцикл зимой, так как вы не можете прогреть свечи до нужной температуры, они не могут очиститься. Несколько заводов приведет к тому, что свечи просто умрут. И, соответственно, вы будете просто менять их. А если они там иридиевые, они очень дорогие. Собственно, не стоит этого делать. Лучше отключить аккумулятор. Если гараж теплый и бак железный, то можно не заливать полный бак топлива. А весной достаточно налить 2-3 литра бензина, поставить аккумулятор, и он заведется. Еще что-нибудь добавить? Вводят холодные гаражи. С ними чуть сложнее. Надо более бережно относиться к технике. Некоторые снимают, естественно, аккумуляторы, покрываются какими-то специальными мазилками от фирмы. Спраями. Производители все на свете. Потом это все долго смывают и выезжают. На самом деле, кому как нравится. Насколько человек заинтересован в том, чтобы его мотоцикл жил вечно. Некоторые заинтересованы, некоторые более потребительски к этому относятся. Зависит еще, естественно, от того, какой это мотоцикл. Если это какой-нибудь кроссовый эндуро, здесь можно быть чуть-чуть поспокойнее. Если это какой-нибудь кастом мотоцикл за много-много тысяч долларов с кучей хрома. То он стоит серванте. Да. Нам, наверное, серванте там пылесосит чаще. Что касается как раз вот этого поддержания мотоциклов в таком блестящем состоянии, насколько хорошо мототехника переносит обычные мойки? Которые, в общем, в основном, конечно, предназначены для автомобилей, как подсказывает жизненный опыт. Ну, как-то всегда переносил. То есть нормально. Ну, вроде выживал. Нет каких-то противопоказаний, что вот сюда, если увидели такую-то штуку на мойке, не заезжайте? Ну, если к ней же, к этой науке, наверное, вернуться чуть-чуть, но, наверное, это не очень полезно. Наверное, лучше дома тряпочкой, нежненькой. Нет, достаточно существует, да, спрей, который вытесняет влагу, достаточно там помыть, а потом продуть мотоцикл качественно. И проблем никаких. Какие-то там узлы просто смазать специально там смазкой. Давайте пообщаемся с нашими зрителями, которые звонят нам. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, вас сейчас было не очень хорошо слышно. Добрый вечер. Меня зовут Денис. Да, Денис, вопрос у вас есть? Я бы хотел задать вопрос. Сам являюсь комплексом. И просто приходится ставить их куб, ставить их к сену, чтобы более быть занятыми. И в следующем. На что уровень суммы в городе? Как можно полюбить прямоточного глушителя? Представляешь ли ты этот уровень или не привыкаешься? Денис, спасибо большое вам за звонок. Ну, такой шифрованный немного звонок получил. Спасибо большое. К сожалению, связь против нашего дальнейшего общения. Но, в принципе, мне кажется, я уловил суть. Ну, порассуждаем на тему прямоточных глушителей. Там ключевой момент был связан с заметностью. Я думаю, что отчасти этим было испровоцировано. Да, во-первых, светотехника. Сейчас нас проклянут, наверное... В общем, есть такое поверье, что чем шумнее, тем заметнее. Да, наверное, сейчас будут не в восторге от сказанного добропорядочные семьи. Но, естественно, это повышает пассивную безопасность. И ксенон, слепящий всех на свете. И звук, разрывающий улицы. Но, тем не менее, да, это безопаснее. И никуда от этого не уйти. И лучше, на мой взгляд, чтобы тебя увидели и немножко понегодовали, чем не увидели и сбили. Второй вопрос, вторая часть того, что я разобрал из этого эфира, говорил о том, что Денис хочет убедиться, что он не превышает некие допустимые нормы. По шумности, ну, я уж тогда позволю от себя добавить, и по вот этому световому пятну. Как это можно проверить? Яндекс. В каком смысле? Ну, написать в Яндексе, задать вопрос, да, какой уровень шума в городе, да, достаточно, или как... Ну, то есть, так же Гугл и все остальные поисковые... Ну, наверняка есть какая-то цифра в децибелах, которая нам с Дмитрием, я думаю, особо неизвестна. Но мы от этого никуда не уйдем. В конце концов, будет принята какая-то норма, как она уже принята в основной части Европы. Ну, в Японии, насколько я знаю, очень жесткие меры на счет именно громких этих моборных спортивов. Да, и все-таки, наверное, это будет правильно. Но это постепенно все приходит. И тогда мы узнаем эту цифру, я буду знать все, без знания этой цифры мы будем слабо выглядеть перед инспекторами. Но пока я не слышал, чтобы кто-то сильно обращал внимание на это. Что касается, кстати, правил страховки, да, мотоциклисты часто покупают страховку, естественно, на какой-то период, связанный с сезоном. Вот сейчас, перед новым сезоном, по новым правилам МОСАГО придется как-то там с диагностической картой. И вообще, какие правила существуют при страховании гражданской ответственности владельцев мототехники? Ну, сейчас уже не знаем по новым правилам, еще не проходили техосмотр, но будем стараться проходить правильно, чтобы работали все элементы мотоцикла, все лампочки, да, и так далее, потому что это безопасность. На самом деле, согласен, что в случае с мотоциклом, тем паче важно все это делать честно, по правилам и так далее. Потому что неработающий поворотник может стать причиной беды, на самом деле. И в силу прекрасной весны, которая у нас сейчас в самом разгаре... Можно долго приводить мотоцикл в порядок. Мало еще кто из моих знакомых занимался вопросом страхования. Поэтому вот сейчас мы все на своей, собственно, как говорится, шкуре узнаем, как это все теперь происходит. Я вспомнил, с чего начинался наш вводный сюжет, когда такая толпа мотоциклистов ехала, вот себе представил пункт технического осмотра, на который приезжает прямо во время открытия сезона толпа мотоциклистов, чтобы... Да на самом деле ничего сложного. Провериться. По-хорошему. Тормоза, поворотники, что там еще надо, чтобы работали. Ну, чтобы какие-то объективные... Резина, чтобы было в порядке. Рекала, протектор. Ну, это все реально нужные, объективные вещи. Если в случае с автомобилем, глядя в эту карту, ты пугаешься, потому что некоторых слов просто люди не знают, то здесь объективные абсолютно величины, которые должны быть. И протектор должен быть живой, и зеркала должны быть небитые, грубо говоря, и фара должна светить. После того, как поговорили мы о мотоциклах, давайте перейдем к тому, что на мотоциклисте Надето достал мотоциклист с пыльной полки экипировку. Во-первых, насколько пыльной имеет право быть полка, на которой хранится экипировка мотоциклятная? Есть какие-то правила, которые позволят продлить ее... Смотря сколько экипировки. Если ее много, то она имеет право быть пыльной. Так. Вот, поэтому... Ну, то есть, чтобы ее взять и выкинуть потом? Нет, почему? Ну, частично у вас висит несколько курток, несколько шлемов лежит, несколько мото-бот. Они разные для разного там... Для разных дорог, для разных мотоциклов, для как бы... То есть, предполагается, что есть несколько мотоциклов, уважающего себя человека? Ну, несколько. Безусловно, безусловно. Итак, все-таки есть ли какой-то рецепт правильного хранения мотоэкипировки? Я думаю, внимание стоит в данном случае обратить, во-первых, на шлемы с визорами, которые от пыли могут портиться, царапаться и так далее. И это, на самом деле, не дешевое удовольствие. И второе, это кожаные изделия с специфическими всякими покрытиями, типа Гортекс, типа масса их заменителей существует, которые требуют какой-то обработки регулярной. На некоторых куртках используются специальные застежки, которые надо тоже смазывать силиконом. Шутки шутками, а я, на самом деле, совсем недавно остался без любимой куртки, потому что забыл с собой вот этот силиконовый специальный герметик, а как это... Лубрикант. И, там, в далеких... Хорошее слово. Романтическое. В далеких пустынях Южной Америки я, соответственно, просто испортил себе очень дорогую куртку. Поэтому вопрос уместный, на самом деле. То есть, читайте инструкцию. Читайте инструкцию, без шуток. Что касается хранения шлема, то есть, безопасный способ его хранения в чехле? Каждому шлему ценовой категории выше 500 рублей, мне кажется, прилагается такая тряпочка-чехольчик, который многие сразу... Выше 500, я представил. Ниже 500 рублей. Возможно. В стоимости. Сразу выкидываешь из левое плечо. И, на самом деле, это вот очень полезно использовать такой мешочек зимой. Антресоль. Мешочек. Некая процедура осмотра экипировки, чтобы убедиться, что на ней можно выезжать. На что стоит обратить внимание? Конечно же, на внешний вид. То есть? Ну, для... Если немного потертый курт, то уже не уезжаешь. Не, ну, если действительно использовано что-то потерность, ну как-то на ней можно выезжать. Опять же, смешно, не смешно, но большинство мотоциклистов, выезжая весной, летом на дороге, они хотят, конечно же, быть симпатягами. Ну, зачем покупать мотоцикл? Зачем же, значит, покупать мотоцикл? Рынцы и сияющих доспехов. Вот, значит, соответственно, ну, уважайте вы, в конце концов, эту идеологию. Угу, соответствуйте. Соответственно. У нас звонок есть. Давайте пообщаемся со зрителем нашим. Добрый вечер, как вас зовут? Вот это был тревожный годок какой-то. Ай-яй-яй. Перезвоните нам, пожалуйста. Напомню заодно номер 617 95 55, код Москвы 495 617 95 55. СМС-сообщение мы ваше также с удовольствием почитаем. Если вы нам пришлете их на номер 5577, это номер для жителей Российской Федерации. Если вы нам пишете из Республики Казахстан, 4 четверки, этот номер специально для вас и зарезервирован. В общем, мы в целом какую-то подготовительную часть такую провели сейчас. Я призываю вас, дорогие друзья, если у вас какие-то вопросы по вот этой части возникнут, не стесняйтесь. Дозванивайтесь и задавайте. Я думаю, мои гости и наши общие эксперты с удовольствием на них ответят. А я сейчас предлагаю вам поговорить о том, как люди попадают, собственно, на дороги, и как они получают право на управление мототехникой. Вот об этом, в общем-то, наш второй сюжет. Во многих европейских странах при наличии водительского удостоверения категории B можно спокойно садиться как за руль скутера, так и в седло легкого мотоцикла с двигателем объемом до 125 кубических сантиметров. В России, несмотря на тревожную статистику, выводить на дороге общего пользования скутер может любой человек, достигший 16-летнего возраста. Желающим оседлать более солидную технику придется открывать категорию А. Для этого сначала необходимо сдать теоретический экзамен, который проводится по тем же билетам, что и на категорию B, а затем продемонстрировать практические навыки управления мотоциклом. Российский практический экзамен состоит из трех упражнений, которые остаются неизменными с советских времен. И именно этим он значительно отличается от существующих процедур, применяемых в странах Евросоюза. Там от кандидата водителя требуется не просто умение не упасть с мотоцикла на площадке, его проверяют и на умение ездить в городском потоке. В Соединенных Штатах программа практического экзамена зависит от того, какой тип мотоцикла выбрал для себя будущий водитель. В большинстве штатов мотоциклистам выдается отдельное удостоверение, отличное от прав на управление автомобилем. А сам практический экзамен состоит из двух частей и включает в себя высокоскоростные маневры на площадке и вождение в городских условиях. Ну вот так, вкратце мы ознакомились с тем, как обстоят дела в России и в странах, которые мы по привычке называем цивилизованными. Хотя я думаю, что мы будем тоже стремительно цивилизоваться по мере того, как будет прирастать парк двухколесной техники. И первый вопрос, который я задам даже не своим гостям и нашим общим экспертам, а задам его вам, дорогие друзья. Сейчас, объявляя тему нашего традиционного смс-опроса, предлагаю я вам проголосовать вот по какому поводу. Как вы думаете, стоит ли нам в России ужесточить правила появления водителей категории А? Стоит ли ужесточить процедуру экзамена, если хотите? Как всегда, в конце передачи мы подведем итоги нашего смс-голосования. Также напомню, что вы можете в любой момент вмешаться в нашу беседу, позвонив нам по телефону 617-95-55 с кодом Москвы-495 или прислав смс-сообщение с вопросом или своим комментарием на номер 5577, если вы пишете от одного из российских операторов. Ну и для жителей Республики Казахстан у нас есть номер 4-4. У нас, дорогие друзья, уже обращаясь к экспертам и, наверное, к вам, Дмитрий, в первую очередь, какое-то время назад активно обсуждались дополнительные категории водительских удостоверений, которые предусматривали, что будет некая категория М для мопедов и скутеров, будет категория А1 для легких мотоциклов, но и уж и только самые-самые гуру-распригуру в вождении двухколесных транспортных средств получат полноценную категорию А и смогут купить себе вожделенный спортбайк или какой-нибудь двухлитровый круизер. Как вы считаете, насколько вообще рационально была вот такая идея с дроблением? Очень рационально и по европейским законам, да, вот в сюжете передачи, да, показали, что ничего общего не имеет мотоцикл с машиной. Если у вас есть бэк-категория, не факт, что вы сядете на мотоцикл и сразу же поедете. Ну, я как человек, который после многолетнего вождения автомобиля сел на мотоцикл, я понял, что поехать я могу недалеко только куда-нибудь. Ну, вот видите, вы на собственном опыте убедились в этом. Да, и я вообще, честно говоря, сделал бы обязательную программу обучения именно вождения. Не хотите на дороге, не езжайте. Но вот этот навык, который ты получаешь в процессе обучения, очень важен. Ну, я не могу так сказать, это будет мой пиар тогда, да. Ну, конечно, школы оставляют желать лучшего, существует много уже школ у нас таких, которые пришли к уровню, ближе к европейскому, мировому, да, мотоспорта, и, соответственно, работают, да. Но существует также очень много людей, которые просто ездя на мотоцикле, да, решают, что он инструктор, и он будет учить, и вокруг помойки, там, где-то учит и катает. Там проходит какое-то время, да, а потом приходится либо доучивать, либо люди гибнут, там. И это все достаточно серьезно, все, конечно же, нужно ужесточать. Дмитрий, как бы вы, может быть, изменили, модифицировали вот эту процедуру допуска водителей? Естественно, и на самом деле очень здравая идея, редко здравая идея была, включить в сетку прав категорию М, или как можно назвать, да, это, соответственно, обязать водителей малокубаторной техники до 50 кубических сантиметров, которые в половину случаев растачиваются до 150 ездят. Там есть еще, насколько я помню, и ограничение по конструктивной скорости, то есть 50 кубов это вроде бы было не единственное условие. Потом как-то это куда-то делается, затерлось. Все-таки еще не в, как вы, цивилизованной? Ну, цивилизуемся, но пока еще не. Ну, пока еще не умора, да. У нас это пока не прокатывает. У нас надо иметь кнут на всех любителей покататься на так называемых полтинниках, пьяными, десятилетними и так далее. У нас считается уже хорошим тоном отцу, какой подарить там на 12 лет сынишке скутер. Есть, это есть бред. Потому что на скутере народу бьется, ну, я не знаю статистику, наверное, скоро узнаем. Ну, вот и лига как раз, которая в нашем первом сайте фигурирует. Ну, гораздо больше, потому что скорость скутер меньше, скорость потоки у него определенно больше. То есть колеса маленькие? Люди, попадающие в ДТП в аварии на скутерах, получают не менее серьезные травмы. Во-первых, потому что на них очень редко есть какая-либо защита. Я уже не говорю про защиту ног, рук, колени, спины и так далее. На них просто тупо нету шлема чаще всего. И когда даже на скорости 50 километров человек врезается в стенку без защиты, то получается весьма неприятная и несимпатичная картина. Есть ли такая экипировка, которая может человека уберечь вот от таких крэшей? Потому что, в принципе, мы знаем все, допустим, автомобильную методику Euron Cup. И знаем, что, в общем, в реальной жизни существует такая скорость, после которой никакие эйрбэги уже ничего человека не спасают. Наверное. Первая, самая лучшая защита, это... Ну, с водителями в автомобиле то же самое, в принципе. Это вот здесь. И чуть-чуть продолжив тему водительских прав, категории и так далее, надо помнить, что это все сделано не потому, что у нас очень плохие милиционеры, чиновники и так далее. На самом деле, это все-таки общемировая практика. И, посмотрев на наиболее продвинутых наших соседей. Например, японцев, у которых четкая градация по кубикам и по категориям водительского удостоверения, когда кто на что может сесть. И не дай бог, кто-то там что-то нарушил из этого. И, я думаю, статистика там гораздо веселей. И программа про мотоциклы не начинается со серии роликов с неприятными последствиями. Ну, мы бы хотели начать по-другому, знаете ли. Звонок у нас есть. Давайте сейчас со зрителем пообщаемся, потом продолжим, я думаю, что с этого же места. Ну, или какой-то новый вектор будет в нашей беседе. Добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Что же у нас со светит? Да, мы вас слышим, говорите. Вы меня слышите, да? Да, да, да. Как вас зовут? Скажи, пожалуйста. Начинаю, начинай водитель, мотаться. Какой бы лучше купить. Чтобы как вас зачаровать. Не разобраться потом. Убью, продать. Спасибо за звонок. Спасибо. К сожалению, вот что-то сегодня в воздухе, возможно. Или пятница. Со скольки лет, возможно, то, что я расслышал. Со скольки лет учить. Я расслышал. Давайте, хорошо, давайте на то и на другое ответим. Собственно, и все. Ну, понятно, что у нас есть закон, который не разрешает на механическом транспортном средстве, каковым является мопед или скутер с 16 до 16-летнего возраста, появляется на дороге в принципе. Это понятно. Что касается мотоцикла, то можно задать экзамен с 17 лет, если не ошибаюсь. Ну, в принципе, никто не запрещает, насколько я понимаю, обучение начать раньше. Вот с какого возраста вы бы, может быть, посоветовали прививать? Я считаю, что каждый мальчик из 10, взяв 9, садятся на мотоциклы, на машины. И то, чему нельзя, то, что нельзя запретить, тому лучше научить. И хоть с детства, хоть с 5 лет. Чемпионов мира учат с 4-х, с 5-ти лет. Но это все-таки большой спорт. Ну, собственно, талантливый, вы же не знаете, талантливый у вас ребенок, не талантливый. То есть, может быть, у вас Валентина Россия растет в семье. Конечно, это нужно развивать просто, да, и прикладывать к этому. А есть ли условия для того, чтобы вот таких детей маленьких начинать учить? Ну, пока, к сожалению, нет. Очень мало у нас школ, которые, ну, кто-то берет просто из-за того, что талантливые, да, и дети, у них отдача по энергетике, по обучению лучше, да. То есть, это уже все приходят, кто обучает, приходят потом к детям. Потому что с ними намного интереснее, веселее, и обучаются они по-другому, чем взрослые, да, соответственно. Друг отдал сынишку, по-моему, в 2,5 года учиться в мотокроссе. Сейчас уже мальчику, по-моему, лет 8. Едет уже на всю катушку, и все у него хорошо, слава богу. И многим взрослым даст хорошую, такую уверенную фору в катании. И, соответственно, абсолютно каких-то классических вот этих вот ошибок начинающего водителя на дороге он уже не сделает. Ну, понятно, да. Навык, привитый в детстве, в общем, как правило, не забывается, действительно. Давайте перейдем тогда к людям, которые в более взрослом состоянии открывают для себя вот этот мир мототехники. И вторая часть вопроса, то, что мы услышали, соответственно, как касается кубатуры, с которой имеет смысл начинать. Есть, наверное, две грани у этого вопроса. Конечно же, ну, лично я бы не посоветовал что-то супермощное. Нет, если идет речь, с чего начать, то с Дмитрием на 150% согласен, что с обучением. Прошли те времена, когда дороги были пустые и там что-то прощали. Ну, кстати, далеко не всем они прощались. Сейчас есть условия, это недорого стоит, это дает определенные гарантии. Ну, обучение, в общем, как правило, происходит на технике маломощности, 125-кубовой. Не факт. Хорошо, то есть надо пройти несколько ступеней. Это не важно. Это не важно. Это не важно. Нет, просто есть уровень преподавания, да, например, зачем человеку нужны ноги, когда у мотоцикла есть мотор. Да, я иногда не понимаю. Все в городе видели, да, этих людей, вот, которые перебирают вот так вот. Я на экзамене в ГАИ таких видел. Ну, соответственно, когда есть мотор у мотоцикла, значит, что он должен ехать на моторе, да, а не на ногах. Соответственно, когда они опускают ноги, мотоцикл там не уравновешен, разумно уравновешен, да, и, соответственно, это тоже неправильно, понимаете. Поэтому, если правильно обучить, дать все то, что нужно, то человек будет ездить, неважно, на каком мотоцикле, 1600 у него объем, там, 2000. Ну, тем не менее, вот здесь поспорю, если в мотоцикле больше лошадиных сил, чем мозг водителя способен оседлать, то, наверное, это будет лишнее. Ну, опять же. Ну, то есть я просто с утром себе представляю человека, который, поездив на мотоцикле с 25-кубовым Ямаха по площадке, потом сядет, ну, не знаю, на Хаебусу, да, вот такой возьмем. Никто не говорит про Хаебусу, это не самый опасный мотоцикл, далеко не самый опасный. Ну, скажем так, на своем опыте, когда у меня появился первый японский мотоцикл, после нескольких лет езды на отечественных всяких, замечательных, да, в первый сезон я очень много раз падал, бился и так далее, потому что я не мог с ним совладать. У меня реально не хватало навыков, понимания, возможностей этой техники для того, чтобы... Сколько человек должен учиться вот тогда, чтобы освоить, ну, примерно какой-то интервал временной, чтобы понять. Ну, как минимум, 20-30, может быть, 50. Это на одном типе мотоцикла все происходит? Я бы рекомендовал на разных, в разных условиях, в экстремальных условиях, и где происходит постоянно скольжение мотоцикла, и вы чувствуете... Ну, дождей, знаете, в нашей стране уж чего-чего дождей-то просить не надо, да, все тут, тут все в порядке, я думаю, как раз. Хорошо, человек прошел обучение, сдал этот экзамен, который некоторые тренеры называют не то что нулевым, а каким-то отрицательным навыком. Ничего сложного там нет. Абсолютно, согласен. Человек выбирает себе технику, чтобы выехать на дороге. Что? На что он должен обратить внимание, помимо кубатуры, может быть? Какую кубатуру вы бы посчитали предельной? По картинке. Ну, по картинке. Он выбирает мотоцикл, он увидел его. Нет, по картинке. Все происходит по картинке. Он увидел, ему понравилось. Ему нравится образ. Хорошо. Не очень важно, сколько там. Давайте включим ему голову сейчас, у нас есть возможность, на нас смотрят. Давайте сейчас включим голову, скажем, нет, вам не нужен мотоцикл, у которого... Если вы здоровенный взрослый мужик, то вам не нужен мотоцикл 125 кубических сантиметров, потому что через одну неделю вы поставите его на продажу в одну из газет. Если вы маленькая девочка, хрупкая, 43-х килограммовый... Вам не нужно есть на мотоцикле. И если вы очень захотели вдруг поехать на мотоцикле, то вам не нужно что-то огромное. Какое-то оптимальное решение. Давайте вот среднестатистического меня возьмем, да? Мужчина ростом там около 180 сантиметров и весом 80 с чем-то килограмм. Что вам нравится, какой тип мотоциклов? А на чем лучше начинать? Супермото, я знаю. Супермото. Нравится супермото. Ну, давайте представим себе хорошо, что мне нравится супермото. Но мне кажется, что это не то, с чего, наверное, стоило бы начинать свое знакомство с городским движением. Да нет, какая разница? Супермото замечательно. Он, какие-то мотоциклы такие красивые, в городе вполне уверенно управляемые. Это зависит от вкуса человека, в первую очередь. То есть нет никаких ограничений? Можно начинать с литра, можно начинать с двух. Если с головой, то можно из литра. И с двух, и с трех. Ну, практика показывает, что голова мало у кого есть. Может быть, ввести какое-то искусственное ограничение, самому себе поставить? 400 кубов, допустим, и все. Ну, если есть такое ограничение, замечательно. Все же москлисты. Ну, вы без энтузиазма об этом говорите. Это бесполезно. Это разговор ни о чем. Все же москлисты, адреналинные наркоманы. Никто никогда никого не послушает в этом вопросе. Если что-то нравится, он это купит. Хорошо, давайте поговорим тогда о том, какие системы безопасности. Может быть, вот это как-то, да, допустим? Да, вот что касается АБС, предположим, да, или каких-то систем активной безопасности. Что сейчас современная мотопромышленность может предложить страждущим? Все, что угодно, вплоть до системы пассивной безопасности, это аэрбэги, система активной безопасности. Какие мотоциклы оснащаются подушками? Ну, Honda Goldwing оснащалась, да, по-моему, одна там экспериментальная модель. Да, существуют всякие вот куртки там с аэрбэгами, то же самое, то есть производится, все это есть. Но системы те, которые есть в мотоцикле активной безопасности, они спасут вам жизнь. Если они есть, это реалии. Ну, то есть это помимо АБС, есть еще какие-нибудь новые? АСС, да, система курсовой устойчивости стабилизации автомобиля, у мотоцикла, да, в данном случае опрокидывательный момент равен практически нулю. Да, то есть не может задрать на заднее колесо мотоцикла, задирает, но система не справляется с мощностью мотоцикла, да. Все равно он на сколько-то приподнимается, да, и, соответственно, но все равно им можно управлять, и все равно это спасает жизнь. Ну, какие-то ошибки водителя, особенно начинающего, эти системы могут подправить. Ага, сейчас, ну, достаточно активно все-таки ведут себя производители на российском рынке. Можно сказать, что есть какие-то особенные новинки, допустим, нового мотосезона, которые вот чем-то могут удивить, допустим, даже таких бывалых людей? Ну, вот, скажем так, посмотрев на только что прошедшие выставки, на стенды наших и дилеров, и уже, слава богу, импортеров, были интересные вещи, как то BMW новый, GS с водяным охлаждением, которые давно достаточно поклонники этой модели, многочисленные, ждали, в частности, здесь. Не был показан, но был показан в Европе КТМ, то же самое Adventure. Да нет, на самом деле все линейки немножко показываются. Где-то идет в большей степени изменение визуальной составляющей, имиджевые, где-то больше технологий, но так или иначе все достаточно бодро движется. Итальянцы, опять же, приходят на рынок. Итальянцы приходят на рынок. Ну, китайцы. На кого можно обратить внимание? Из итальянцев. Ну, кто был? Бета была, по-моему, да? Бета была. Или Газгаз. Не помню точно. Я не был на выставке, к сожалению, не попал. Я могу сказать, например, по итогам европейских выставок, что все итальянцы тоже себя достаточно неплохо чувствуют. Ну, не все, но Мотомарини те же самые, вроде опять оправились, что-то представляют. Кстати, Мотомарини были на московской выставке. Вернее, здесь вроде как появился дилет. Что касается китайских мотоциклов. Дешево. Понятно. Это определенная. Сердито. Красно. Секта. Скажу так, на самом деле. Мнение может быть непопулярное, но тем не менее. А если пять лет назад все смеялись держать за животы, то теперь все злобно хихикают. Кто есть? Потому что Китай очень динамично развивается. И автомобили китайские уже не на следующий день ржавеют. И мотоциклы китайские уже не через месяц ломаются. Ну то есть можно рекомендовать такую технику? Они на следующий день ломаются. Меня когда спрашивают про китайские автомобили, я честно говорю, что я рекомендовать такую технику не могу. Я тоже не могу. Я говорю только про то, что через 10 лет к этому разговору, если мы вернемся, может быть. И от китайской техники. Мы вернемся. 60% наших зрителей высказались за то, что нужно ужесточить правила допуска водителей мотоциклов на дороге. 40% считают, что правила уже достаточно суровые и цен достаточно высок, чтобы ничего с этим не делать. Пока не всех поубедили, в общем. Но, с другой стороны, я думаю, что все-таки неизбежно наступит то время, когда мы придем. 50% людей без прав, не желающих получать права. Есть у нас буквально минута еще в эфире. Ваши рекомендации тем, кто возвращается на дороге за рулем двухколесной техники и тем, кто будет жить рядом на автомобилях? Какие-то напутствия, может быть. Ну, мотоциклистам, во-первых, помнить, что вы на дороге не одни, что ваша крутость, она может обернуться чем-то неприятным для вас и для окружающих. А для автомобилистов помнить, что вы в танке. И максимум, что случится с вами, это оторванные зеркала и вмятину на крылья. Буквально одной фразой какой-нибудь совет. Хорошей вам дороги. Дмитрий Гунин, шеф-инструктор по вождению мотоциклов, и Дмитрий Хитров, главный редактор Riders.com, были гостями программы «Попутчик», программу, которую ведет для вас я, Николай Свистун. Всего вам доброго, друзья, и удачи на дорогах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова